Почетный именинник заводу тракторных деталей и агрегатов 79 лет. Он флагман, он красавец. Чем гордятся сотрудники? Расплата за доверие. Бобручанин похитил деньги с банковской карты друга. После чего периодически пополнял счет в игре. Сколько стоит сделка с совестью? Комфорт и доступность. Общежития города на Березине ждут своих жильцов. Все жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Какие варианты предлагают? А также труд аграрии, рост экспорта и школьный дебют. Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. О чем пойдет диалог? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание по теме развития сельхозпроизводства. В порядок и дальнейшее реформирование сельского хозяйства обсудили в масштабах всей страны. Белорусский лидер в свое время поставил четкую задачу – создавать интегрированные объединения с полным циклом производства, переработки и реализации на основе современных технологий. Сегодня республика уверенно движется по курсу укрепления хозяйств. Государство вкладывает в АПК огромные деньги. Важно делать шаги в сторону совершенствования. Без развития села страны не будет. Ни нашей, ни России, ни Украины. Мы славяне, люди коллективные по своему духу, по менталитету. Поэтому село – это основа. Здесь, на севере, а еще севернее, особенно в Витебской области, невозможно будет жить и существовать в отдельности. И это может принести немало проблем, особенно в этом бешеном, быстро меняющемся мире. Мы сегодня должны сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства. Потому что без него страны нет, во-первых. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает и будет расти. Александр Лукашенко акцентировал. Председатели районных исполнительных комитетов должны принимать более активное участие в жизни подконтрольных им регионов. Также глава государства призвал начальников сельхозпредприятий не экономить на зарплатах сотрудников. Вместо этого лучше снизить себестоимость продукции по иным направлениям. Проиграл друга в казино. Бобруйчанин похитил крупную сумму у приятеля. О периодической пропаже денег с банковской карты сообщил 20-летний местный житель. Выяснилось, что суммы исчезают на онлайн-казино. Автор виртуального обмана – 21-летний друг потерпевшего. Еще в начале года он подсмотрел данные кредитки и привязал ее к своему аккаунту. После чего периодически пополнял счет в игре. Общая сумма ущерба составила более 1700 рублей. К слову, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей за мошенничество. За хищение имущества путем модификации компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Запрещенный список, временные ограничения и народный каравай. Аграрии Беларуси собрали почти 7 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. Какие еще работы ведутся? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусский экспорт в первом полугодии увеличился более чем на 4%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продукции отгружены на 800 миллионов долларов больше. Главный драйвер роста – продовольственные товары. Их поставка свыше 13%, в основном за счет отгрузки молока и мяса. Аграрии Беларуси собрали почти 7 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. В тройке лидеров – Минская, Гродненская и Брестская области. Параллельно идет теребление льна. Обработано 89% площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь. Разговор пойдет о достижениях белорусского народа, которыми дорожит страна. О тех ценностях, которые важно сохранить во имя будущего. Методические рекомендации по проведению будут размещены на национальном образовательном портале. Правительство Беларуси дополнило перечень товаров, запрещенных к возу и реализации происходящих из недружественных стран. Список пополнили маргарин, макароны, цемент, азотные удобрения, пластмассовая посуда, строительные кирпичи. Постановление – ответная мера на принятые Европейским Союзом санкции в отношении с Синеокой. Документ вступит в силу 31 августа. Купание ограничено на 37 пляжах Беларуси. Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 390 зон рекреации. Провела исследования свыше тысячи проб воды, из которых 59 не соответствуют гигиеническим нормативам. Места с временным запретом можно посмотреть на интерактивной карте. На пороге юбилея. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов отмечает 79-й день рождения. На территории предприятия развернулся настоящий праздник. Лучших сотрудников отметили почетными грамотами, шикарными букетами. Почти 8 десятилетий держать марку позволяет многолетний опыт, преданность выбранному делу, совершенствование технологий, освоение новых рынков сбыта. Завод не просто вырос за весь этот период времени, он флагман, он красавец. Огромное количество проектов инвестиционных, которые уже реализовали и еще реализуем. В ближайшие полтора-два года они еще дадут такой огромный рывок. В ближайшие годы мы как раз планируем закончить один из инвестпроектов на 10 миллионов евро и вступить во второй на 2,5-3 миллиона евро, которые как раз и позволят нам еще сделать огромный рывок вперед в нашем, скажем так, в стабильном состоянии, но еще и улучшении финансовых показателей. А это зарплата, а это довольные сотрудники. Традиционно в праздничный день все желающие смогли насладиться атмосферой работы завода. Для гостей провели увлекательные экскурсии, ответили на все интересующие вопросы. Повара предприятия порадовали кулинарным мастерством. Добро пожаловать! Город на Березине гостеприимно встречает молодых специалистов. Для иногородних предоставляют общежития. Свободных помещений достаточно, остается только выбрать и заселиться в свои уютные метры. Все тонкости жилищного вопроса изучила Юлия Вернер. В общежитии на Ленина, 61, Богдан Назаров с женой и дочкой живет почти два года. В распоряжении две светлые комнаты, небольшая, но практичная кухня. Все необходимые удобства. Благодаря желанию и приложенным усилиям блок в девятиэтажном здании превратился в квартиру мечты. Рядом школа, буквально два шага пройти. Также и садик. Ну и до центра даже пешком минут 10. Мы сделали уже ремонт для себя, потому что мы здесь останемся не на один год, чтобы было хоть немножко комфортно. Виктория Григорьева с семьей уже четыре года проживает в блоке общежития на Ленина, 92. Две уютные комнаты, кухня, ванная, уборная – все для комфортной жизни. По словам хозяйки, помещение предоставили в хорошем состоянии. Однако с мужем приняли решение сделать ремонт под себя. В планах заменить окна и потолок. Из очевидных плюсов – удобное расположение, хорошие соседи, низкий ценник. Соседи действительно у нас практически все семейные здесь люди. У нас одиноких буквально пальцем пересчитать. И хорошие люди, вообще хорошо. 52-я, да, пройти до Георгиевского. То есть, соответственно, троллейбусы, автобусы. Нет, нормально, все. Плюс магазины шаговой доступности. Конечно, все хорошо. Кто может получить место в общежитии? В списке – молодые специалисты, семьи, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все, что необходимо – пакет документов и заявления. После – обязательное заседание комиссии. Гражданам предоставляется возможность ознакомиться, посмотреть данные жилые помещения. Если их устраивают жилые помещения, значит, мы подписываем договор. Далее человек регистрируется, проживает, делает ремонт. Как правило, все жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Всего на балансе ЖРЭ у Ленинского района 20 общежитий. В них уже обживаются 17 молодых специалистов и 6 семей. В комнатах вовсю кипит бурная деятельность – ремонт, наведение чистоты и порядка, создание своего уютного гнездышка. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Бобруйский горосполком запустил чат-бот под названием «Народный контроль Бобруйск». Главная задача виртуального собеседника в мессенджере Телеграм – улучшить качество торгового обслуживания населения. В чат-боту подключено руководство города, торговых сетей, заинтересованные службы. Каждый может сообщить о нарушениях законодательства о торговле, защите прав потребителей, а также санитарно-эпидемиологических требований. Важно указать название, адрес, дату посещения объекта торговли, фотографии при наличии. Чтобы перейти в чат-бот, отсканируйте QR-код. Духовно-нравственное воспитание – в тягость или в радость современному поколению. По каким принципам живет молодежь? Сразу после выпуска новостей – зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok